Вот такие руины разбросаны по всему селу. Еще лет 15 назад огни считались одними из самых богатых в Усть-Калманском районе. Теперь же здесь все разрушено. Местные жители винят управляющую кооперативом и считают, что лет через 10 здесь вообще не останется людей. За пять лет отсюда уехало почти 400 человек в поисках работы. Местное сельхозтоварищество разорилось. Раньше в его состав входило около 160 ферм. Теперь их пересчитывают по пальцам. Виноват у селян в этом только один человек – нынешняя владелица сельхозугодий. Построены дома, фермы, которые она уничтожает, наша директрица. Уничтожает натуральным образом. Уже уничтожена. Были коровы глубокостельные. Они обязательно покажут положительно на заболевание, на какое-то причину были. Находили лейкоз заболевания и увозили. Коровы у нас даже телились в этих скотовозах. Да, вот. На убой, которые были? Вырезали без разбора большую часть скота. Обанкротили предприятие, превратив товарищество в кооператив. Задним числом оставили пайщиков без земли, скрыли от них все документы. Перечисляют жалобы сельчане. Теперь от сельхозугодий осталось несколько ферм и мехтоков. Работает там от силы 100 человек, говорят огневцы. Так мало, потому что, по их словам, платит директор максимум 2000 в месяц. Бывшие рабочие уезжают в соседние села и районы. Лично коллектив, с кем я руководил, мы построили 5 новых коровников. Она их рухнула. Мы построили 4 новых мехтока. Она их уничтожила. Когда я уходил, было 520 работающих. 520. 1111 человек были пайщиков. Второй стороне конфликта практически всемогущий, со слов местных. Владельцы кооператива Татьяне Агафоновой звонили несколько раз. Она бросала трубку. Глава муниципалитета комментировать ситуацию нам отказался, а районный сельхозкомитет на стороне кооператива. Там считают, что в огнях все хорошо. Люди сами не хотят работать в селе. Тем временем от отчаяния сельчане думают подать коллективное заявление в следственные органы региона, либо вообще поехать в столицу в поисках справедливости. Своё обращение в следственные органы направим и мы. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Продолжение следует...